С нами на связку уже Аббас Халямов, политехнолог. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересная тема. Вчера еще такие были догадки, инсайды. Сегодня Newsweek уже написал, что Такер Калсон взял интервью Путина. Ну и сегодня вот ведущая Fox News говорит о том, что в Киеве проходят массовые потрясения, поскольку Путин пытается добиться расположения республиканской партии в США. По ее оценке, журналист приехал в Москву как один из лидеров республиканцев, приближенный к Трампу. Как думаете, о чем эта история, как это может быть сегодня использоваться пропагандой и что значит такой визит для, может, западных партнеров? Насколько там будет обращать внимание на то, что Такер Калсон приехал в Москву? Ну, смотрите, российская позиция в отношении Америки, она очень внутренне противоречива. Она состоит из двух, по сути, взаимосключающих тезисов. То есть они пытаются одновременно на двух стульях усидеться. С одной стороны, нам Америка наш враг и Дагест нам вообще плевать на Америку. И гробу мы ее видали, и вообще скоро она там погибнет и развалится. А с другой стороны, в Америке есть значительная часть, которая является нашими союзниками. Это вот республиканская партия, трамписты. Ну, та часть республиканской партии, которая вот традиционно занимает изоляционистскую позицию против активного вмешательства Америки во внутренние дела. Вот эта часть партии, значит, условные трамписты и фанаты таких деятелей типа Карлсона. Значит, они потенциально наши союзники и, соответственно, наши братья по разуму. То есть, с одной стороны, все американцы плохие, а с другой стороны, не все американцы плохие, половина американцев вообще за нас. И, соответственно, вот то, что победит Карлсона и то, о чем вы сейчас меня спросили, это заявление, там, фок-ньюс, все это дополнительные тезисы, и которые используются российские пропаганды в подтверждении вот этого второго тезиса, что, значит, американцы там вовсе не едины, и Байден не выражает, занимая антипутинскую позицию, Байден не выражает позиции всех американцев. Американцев в Америке полно, на самом деле, здоровых сил, как они их называют, с их точки зрения, сил, которые не против России, не против Путина, и, соответственно, Америке и Украине скоро, значит, совсем кранты, потому что республиканцы скоро победят, и, значит, ну и потоки оружия, американского оружия на Украину прекратятся. Ну и сюда попытка внушить чувство надежды в своих собственных сторонников. То есть сторонники же видят, что плохо получается победить в военном смысле слова. Значит, нужно, вот единственная ставка, это на раскол в лагере врага, да. И вот этот тезис, да, деятельность Карлсон, деятельность Трампа, вот этот тезис о внутреннем расколе в Америке, все это способствует успокоению вот этого российского, значит, провоенного сообщества, что, дескать, ладно, еще чуть-чуть потерпим, вот победить не получается, да и бог с ним, скоро оружия Украины не будет, вот тогда победим. То есть сейчас победить не можем, а вот потом победим. Ну, как-то вот так. Что ж, ну интересно, конечно, но там еще писали разные паблики, что, ну, половина, наверное, интервью, оно никому не пойдет, его им просто выбросят. А вот если говорить о том, что все договорено, это, да, вот с руки Путина, и Карлсону это нужно, и Путину так же. С другой стороны, должны быть уже подготовлены вопросы, да, вот, готовые ответы. А что, что-то Путин может не то сказать, могут ли что-то выбрасывать? Как будут чистить это интервью? И как думаете, главная тема интервью все же какая? Украина? Ну, смотрите, той информации, которая есть в паблике, недостаточно для того, чтобы рассказать, как в данном случае все будет обходиться. Значит, в нормальной ситуации журналист такого уровня, как Карлсон, ну, конечно же, он не позволит, что там, стороне, которая интервью дает, значит, ну, вылезать в это интервью, что-то там выкидывать, что-то не выкидывать. То есть все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Нормальная американская журналистика на этом стоит. Ну, Карлсон, он перестал уже быть журналистом, он уже является, по сути, пропагандистом. И, ну, мне, честно говоря, сложно вообще представить, чтобы он это все делал бесплатно. Ну, то есть, скорее всего, там просто ему очень крупно заплатили, раз он репутацию свою ставит на кон. Да, а в этой ситуации, когда ты уже не объективный журналист, а когда ты взял денег, ну, тогда будь доволен тем, что тебе дадут. Вот тогда, конечно, текст они запишут, после этого этот текст ляжет на стол, значит, Пескову, Громову, может быть, Ушаков, это помощник президента по международным отношениям, поскольку речь идет все-таки об американской аудитории, то, возможно, и вот Ушакова привлекут. Да, и они будут кромсать, решать, что им выгодно, что не выгодно. Еще одно событие, которое, наверное, состоится, пишет издание «Коммерсант», ссылкой на четыре источника, которые близки к администрации Путина, что Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в период между 23 февраля и 8 марта. Наверное, будет со всеми праздниками также поздравлять. Но, по их словам, главная тема – это будет война в Украине. Пишут, вот, скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее целях, так называемой СВО. Также параллельно мы видим информацию, что происходит в Украине, что тот же Купенск, Харкевская область, там якобы есть также сроки у Путина в армии захватить до марта. Наверное, чтобы Путин показал какую-то победу. Что может быть в этом послании, насколько сегодня еще актуально акцентировать на войне в Украине? И как это нужно подавать, думают ли политехнологи, чтобы народ там не сильно расстраивался, чтобы жены мобилизованных, опять же, сегодня меньше выходили? Как это подавать россиянам? Ну, то, что сейчас происходит, полное отсутствие побед и огромные реки крови, которые льются там в Украине. Ну, как это подавать, они не знают. Поэтому подают очень плохо, и поэтому рейтинги падают, протестное настроение усиливается, поэтому мы видим очереди на Надеждина. Потому что результатов нет, и, соответственно, все это надоело, и хочется поскорее все это прекратить. То есть надо понимать, что Путин у власти уже без малого четверть века, и люди уже в его исполнении столько слов слышали, что словам верить перестали. Верят уже делам, смотрят на дела. Поэтому, на самом деле, вообще не важно, что он скажет в этом послании, он вообще может ничего не говорить, может говорить что угодно, результативность будет примерно одинаковая. Люди смотрят на результат. То есть все привыкли, что Путин хорошо говорит, что на словах у него вообще все гладко. Гладко было на бумаге, как говорится. Поэтому будут какие-то успехи, возьмут они, я не знаю, а в геевку, что-нибудь еще, пойдут вперед. Ну, значит, вот это и продадут российским избирателям. Ну, то есть именно об этом Путин и скажет. А если ничего такого успешного там не произойдет, тем более если что-то будет происходить в обратном направлении, в конце концов, мы видели много неудач в путинской армии за последние два года. И Харьков мы видели, и Херсон мы видели, и Крымский мост мы видели, и вторжение русского легиона в Белгород мы видели. Или если что-то такое будет происходить, ну, опять же, говори-не говори, что твои слова против реальных дел. То есть вообще надо понимать, что война это, вот Квазуец когда-то сказал, война это продолжение политики только другими средствами. Вот это другое средство, это как раз дело. Вот дело вместо слова. Да, если в обычной политике слова имеют какое-то значение, то в войне, ну, там все видно, кто наступает, кто отступает, значит, у кого потери больше. И поэтому сейчас вот жангировать словами, в этом большого смысла нет, и особой какой-то результативности это все не принесет. Надеждин. Во-первых, давайте обсудим его так называемую антивоенную позицию, потому что слова были разные. Он там уже говорил, что здесь такие самые русские, которые также борются, и что так называемую СВО Россия не проиграет. Были и такие слова. Но в Украине раскритиковали, конечно же, его позицию. Сказал советник главы общества президента Михаил Подоляк, что вот такой кандидат оппозиционный якобы президента России, он избавляет россиян от чувства вины за войну против Украины. Он не поможет им осознать, что сегодня сделал Путин и его режим в 21 веке. И сказал, что также россияне живут с чувством вины за войну против Украины некоторые. А вот консолидация вокруг Надеждина позволяет им открыто заявить свою позицию. Мы ведь против войны, говорит Подоляк. Все же вы понимаете так четко, наверное, вот какая у него позиция, потому что он якобы и против войны, но с другой стороны пытается то ли угодить Кремлю, чтобы его там совсем не сняли с кандидата в президенты, хотя к этому, наверное, идет. То ли все же, но он такой же. Ну, он, конечно же, не такой. Значит, господину Подоляку просто надо принять решение. Вот что для него важно. Ему, как говорится, шашечки или ехать. Ему нужно от россиян, чтобы они испытывали чувство вины, или нужно, чтобы они прекратили войну. Вот прямо здесь и сейчас. К сожалению, это не синонимы, это не одно и то же. Это разные вещи. Вообще практика говорит, что чувство вины достигается гораздо большим трудом, приходит гораздо позже, массовое чувство вины, чем чувство усталости от войны и желание эту войну прекратить. Нельзя в реальной практической политике, нельзя преследовать две цели одновременно. Вот погонишься за двумя зайцами, как говорится, ни одного не поймаешь. Вот в Германии, например, послевоенной, по-настоящему такое, значит, серьезное осмысление преступления нацизма пришло только к следующему поколению немцев в 60-е и 70-е годы. Вот под настоящими серьезное отторжение гитлеризма, всех этих нацистских практик, серьезная, значит, критика. И, соответственно, вот эта позиция Never Again никогда больше. Это все было проделано следующим поколением немцев, детьми тех немцев, которые когда-то поддерживали Гитлера. А те, кто Гитлера поддерживали изначально, они так вот и не осмыслили, значит, все это. Они продолжали, соцопросы, проводившиеся в то время, показывали, что большинство из того поколения немцев, значит, которые когда-то поддержали Гитлера, они, ну, мягко скажем, не осудили гитлеризм. Они осудили его с точки зрения достижения практических результатов, но не с точки зрения ставившихся им целей. Вот. В общем, сейчас ведь политика, понимаете, вот то, о чем говорит Подоляк, это политика с точки зрения идеалов. А политика это же не только идеалы, это еще практическое действие. И если мы говорим о том, что нам нужно достигнуть практического какого-то результата, то темы покаяния надо отложить хотя бы на какое-то время. Это крайне важно. Но это вторично, понимаете? Потому что если не будет первого практической остановки войны, так что вам, украинцам, от нашего покаяния? Вот я реально, искренне испытываю чувство вины за Россию. Вот я. А вам от этого легче? Ну, я сижу здесь в Израиле, испытываю чувство вины, что-то там говорю, ну, каюсь, значит, я уже два года не пью других алкогольных напитков, кроме украинской горилки, да? Вот просто вот в знак солидарности, например. Ну, а толку-то, да? А война-то продолжается, и кровь течет, понимаете? И бомбят украинские города, убивают украинцев. Вот, поэтому, ну, я вот как практикующий политтехнолог, я понимаю, что на самом деле, ну, надо отложить вот эти эмоции, да, и сконцентрироваться на достижении конкретного результата, на свержении путинского режима, значит, и на остановке боевых действий. И Надеждин, вот он прагматик до мозга костей, он действует именно в этом направлении. И он близок к результату, гораздо близок, чем люди, так сказать, вот те люди, которым симпатизирует Подоляк, понимаете? Да, конечно, Надеждин мог бы сказать то же самое, что говорил Навальный, который в самом начале войны заявил. Все, значит, надо возвращаться на границы 91-го года. Все, после вот этого всего, да, вот. Ну, то есть он, Навальный, в своей позиции совпал с Зеленским. И в этом смысле, конечно же, он лучше для украинцев. Вот. Но если Надеждин скажет то же самое, что сказал Навальный, то он просто сядет в соседнюю камеру с Навальным. И какой результат получат практические украинцы, ну, вообще весь мир получат, да? Путин опять у власти, Путин продолжает делать то, что он делает. Одним политзаключенным больше. Вот именно потому, что Надеждин этого не говорит, потому что он говорит по-другому, значит, он пока еще не сидит, он имеет возможность расшатывать ситуацию. То есть реально протестные настроения в России усиливаются усилиями Надеждина. Надеждин, занимая такую умеренную позицию, антивоенную, но не откровенно, так сказать, вот анти... Ну, то есть вот не такую, как хотел бы Подоляк, значит, он реально получил возможность апеллировать к большинству россиян. И это, в принципе, это единственное, что имеет значение. Ты не свергнешь такой режим, как Путинский, если ты не завоюешь симпатии большинства граждан. Это объективно. Можно претендовать на свержение режима, только если большинство будет за тебя. И то, что делает Надеждин, это как раз и есть куча к сердцам большинства россиян. Да, они не идеальны, это правда. Было бы лучше, конечно, чтобы они каялись примерно так, как это делаю я, но объективно, а каяться они не хотят. А вот остановить войну они хотят. Ну вот это надо, вот их за это, так сказать, надо ловить, да, и это надо использовать. И тогда будет какой-то практический результат. Ну, по крайней мере, мы сейчас движемся в этом направлении, понимаете. Надо не думать о том, что... Не надо смотреть на Надеждина с позиции, так сказать, идеала. Понятно, что он не идеален. Понятно, что будут на его месте, условно говоря, Навальный, там, или Бутков, там, или Ходорковский. Это было бы намного лучше. Но они на своем месте. Они в тюрьмах и в эмиграции, понимаете. Поэтому, если смотреть реалистично, вот с точки зрения прагматики, то тогда ты понимаешь, что надо его Надеждина сравнивать не с возможными идеальными вариантами, а с реальной альтернативой Путина. Кто лучше, Надеждин или Путин? Не кто лучше, Надеждин или Навальный, да, а кто лучше, Надеждин или Путин. И очевидно, что Надеждин лучше. Хотя бы потому, что даже по вот этому важному для украинцев вопросу, как вот эти территории аннексированные, да, он занимает позицию, да, не такую, как Навальный. Навальный сходу, говорит, надо их отдать. Все, граница 91-го года. Надеждин говорит, нет, надо там референдум проводить, надо там в ходе переговоров это все выяснять. Вот. Но это все равно намного лучше, чем позиция Путина, который просто эти территории отторг, включил их уже в состав Конституции России и пытается еще расширить сейчас, да, пытается, вот как вы сами говорили, анонсируется к дню голосования выйти на границы Донецкой и Луганской областей. То есть еще побольше хочет захватить. Вот. Ну, то есть вот с прагматической точки зрения выбор между Надеждином и Путиным. И выбор Надеждина лучше даже хотя бы потому, что он первым же делом обещает выпустить из тюрьмы Навального и всех политзаключенных. Он прямо сказал, в первый же день я это сделаю. Соответственно, Навальный с его позиции границы 91-го года будет иметь шанс, да. То есть, может быть, российскому обществу он и подобные люди, подобные ему, навяжут свою точку зрения при надежде, не у них будет шанс. Сейчас у них шанса нет, они все в тюрьмы сидят, понимаете? Вот как-то так. Если говорить о том, не знаю, чувствуют ли вину жены мобилизованных, но они хотя бы пытаются выйти и сказать свою позицию. На выходных также вот был митинг, они говорят, что нам не нужны никакие там доски на школах, нам нужны наши мужчины, потому что куда нам потом идти? В монастырь или вслед за мужем? Как думаете, какая вероятность, что к этим матерям могут, например, присоединиться те очереди, которые мы видели за надеждином в случае, если центральная избирательная комиссия не допустит его, не даст права избираться в кандидаты президента России? Возможно ли из этого? Вот начало уже есть, а может быть что-то больше? Но движение жен мобилизованных имеет все шансы усилиться. Уже вот динамика уже налицо. В первых их акциях принимали участие там единицы, потом, ну, человек 20 максимум, да, десятки, два десятка. А последняя акция в последнюю субботу, там собралось уже много десятков людей, ну, около сотни, говорят. Вот. И сейчас, понимаете, вот чем важен Надежда? Она за тем, что он показал антивоенно настроенным россиянам, что они не одни. Вот в чем была их проблема? Режим разрушил все горизонтальные коммуникации, неподконтрольные ему, да, и поэтому каждый антивоенно настроенный россиянин, и сделал страшным озвучивать свою позицию. То есть подвергая людей репрессиям, он заткнул всех этих людей. И поэтому, значит, когда он говорит, там, 80% за меня, люди, при том, что большинство, на самом деле, против всего этого, им уже все это надоело, они уже хотят все это закончить, каждый из них при этом парадоксальным образом в отдельности, понимаете? Вот, то есть каждый в отдельности против всей репрессивной машины, огромной машины этого государства, репрессивной пропагандистской. Друг друга люди вот не видят просто, да, вот локтя, чувства локтя у них нет, а Надеждин вдруг дал им эту возможность, вот это чувство локтя почувствовать. Почему все так вот в восторге, что, дескать, я пришел в эту очередь, я стоял там, это были лучшие несколько часов в моей жизни, по крайней мере, за последние несколько лет, это же огромное количество людей именно так отзываются, да, у меня там слезы на глазах были, потому что я вдруг увидел, что людей, которые думают примерно так, как я, на самом деле очень много. И вот у людей это чувство, это чувство субъектности, чувство возможности участия в политике, оно пробудилось, и, конечно же, они не хотят, чтобы оно снова угасло. И поэтому сейчас, когда Надеждина не допустят, значит, люди будут искать другой объект для приложения усилий. Вот они переключились, сначала же они кинулись в объятия Дунцовой, потом после того, как Дунцову сняли с пробега сразу на первом же этапе, они переключились на Надеждина, после того, как Надеждина снимут с пробега, они переключатся на какие-то другие проекты, и вполне возможно, что это будут жены мобилизованных. И поэтому власти сейчас, кстати, начали уже потихонечку прессинг усиливать. То есть до этого они боялись этих жен трогать, потому что, понятно, в отличие от проклятых либералов, так сказать, эти жены, это же не просто они сами по себе. У них есть мужья, которые с оружием в руках вообще-то там за Путина кровь проливают. А как показал митинг, ой, извините, мятеж Пригожина от фронта до Москвы, это совсем не так далеко. И поэтому трогать чужон они боятся. Но их рост в последнюю субботу показал, что не трогать тоже нельзя. Поэтому они вот какую тактику выбрали. Они сейчас начали задерживать мужчин, которые пытаются присоединиться. Потому что, ну-ка, полицейский видит мужчину, а он понимает, что вряд ли этот мужчина является женой мобилизованного, так сказать, да, или его матерью. И поэтому вот мужчин сразу стали загребать. И журналистов, вот те, кто в жилетах пресса приходят, значит, их тоже загребают. То есть пытаются расколоть, так сказать, это движение. Ну, то есть пусть сами жены ходят и что-то там организуют, черт с ними, да. Но если об этом никто не будет писать, никто это не будет снимать, ну, то есть люди об этом не узнают, тогда и можно будет как бы вот с этой проблемой справиться. И поэтому сейчас, ну, мужчинам присоединяться к этому протесту будет сложно, а женщинам, я думаю, вполне безопасно. Одел белый платок, пришла туда, откуда полицейские знают, ты жена мобилизованного или ты не жена мобилизованного, да. Может, ты сестра, хорошо, может, ты мать и так далее. Поэтому жены могут, женщины могут присоединяться к этому протесту вполне пока, ну, так сказать, это безопасно для них. Вот. И, соответственно, можно прогнозировать, что они будут это делать. Поскольку, повторюсь, снова возвращаться на кухню и сидеть там тихонечко, поджав хвост, поскуливать, ну, не хочется. Хочется вот этот, повторюсь, надеждинские подписи, сбор подписей в поддержку надеждин показал, что люди устали сидеть на кухне, что они хотят участвовать в политике, хотят повлиять на принимаемые государством решения. Поэтому, скорее всего, и к протестам жены мобилизованных они тоже постепенно начнут присоединяться. Если говорить сегодня о том, готов ли Путин к возможным сценариям, мне кажется, или я ошибаюсь, вы скажете, что период выбора, он такой самый опасный для власти, может быть. Тем более, видим, что сейчас оппозиция говорит про акцию, которая должна пройти именно 17 марта. называется «Полдень против Путина». Они призывают всех, кто не согласны с политикой и режимом Путина, в 12 часов прийти. И вот наблюдают все, сколько людей придут. Насколько это, конечно, возможно? Насколько готов Путин? Потому что мы часто слышали о разных ЧВК, которые только наращиваются с каждым днем в России. Там уже около нескольких десятков, говорят, их есть. Что будут делать? Разгонять. Готовится ли Путин сейчас? Потому что параллельно у него на фронте очень плохие дела, нужно какую-то победу. А здесь еще вот под носом не все ладно. Как готовиться? И готовится ли? Ну а как разгонишь людей, которые пришли голосовать? На них же не написано. Да, это очень хитро, кстати. Что они идут против Путина. Да, в этом, собственно говоря, и гениальность этого трюка. Он действительно безопасен, а россияне хотят присоединяться к безопасному протесту. То есть участвовать в протесте, за который ты сядешь, мирный обыватель все-таки не хочет, он боится. А участвовать в протесте... Почему люди бросились создавать подписи за Надеждину? А потому что это ненаказуемо. Потому что это действие, предусмотренное законодательством. Вот. И здесь та же самая история будет. Ну вот я пришел и стою и голосую. А вдруг я собираюсь за Путина проголосовать? И все. И полиция бессильна. И я, конечно, убежден, что они не знают, что с ним делать. В этом гениальность этого замысла. Этот замысел, к тому же, он легко сочетается с другими формами протеста. Ты можешь не просто прийти в полдень. Ты можешь, например, написать на бюллетене, испортить его, поскольку там нет своих кандидатов. Понятно, Надежда не допустит и не будет антивоенных кандидатов. Но ты можешь его испортить и написать, я не знаю, нет войны, нет Путину. И выложить, и сфотографировать, выложить это в интернет. То есть одно другого не исключает. Ты можешь сделать и прийти в полдень, и сделать вот это, например. То есть нет необходимости выбирать или, или, или. Либо одна форма протеста, либо другая. Можно и, и делать. А если очереди выстроятся такие же, какими были очереди на Надеждина, то вот она картинка, которая докажет, что брошь цена всем этим цифрам, которые там вытащит Панфиво. Вот она скажет 80%. Но что такое цифра, абстрактная цифра против картинки, против фотографий, против видео? Значит, ничто. Люди не случайно говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Любой политехнолог знает, что слова не имеют значения, когда есть картинки, что люди верят в картинке. Поэтому итогом выборов станет ощущение, что народ не голосовал за Путина, что выборы украдены, что Путин теперь отныне не популярный народный лидер, а узурпатор, который сфальсифицировал выборы. То есть качество его легитимности изменится. Самый такой, знаете, тупой дундук из провинции будет понимать, что Путин не имеет права говорить от лица россиян, что россияне ему в этом праве отказали, что он представляет только свои интересы. Ну, такой классический диктатор, да? Он представляет свои интересы, а не интересы страны. Ведь в чем проблема-то сейчас главная политическая? Путин говорит от имени страны. И большинство считает, что страна так и думает, как он, значит, как он говорит, да? Потому что других форм активности от страны мы не видим, да? Но мы их не видим, потому что они подавлены, вот. А вот эта вот акция «Полдень против Путина», она поможет манифестироваться, вот проявить себя, материализовать себя вот этим антипутинским, антивоенным настроением. То есть речь идет о борьбе за легитимность, о том, будет путинский режим после выборов легитимным или он будет нелегитимным. Ну, еще коротко спрошу, там Патруша вышла с заявлением, что Россия выполнит все цели СВО, несмотря на попытки киевского режима запугать граждан страны теоретическими атаками, обстрелами ее территории. И я так понимаю, что сюда входят и все налеты неизвестных летательных аппаратов, БПЛА. И также мы знаем, что есть некие проблемы сегодня уже в России. Неужели все равно, как говорит Патрушев, и есть ли люди в России, то ли там среди элит, то ли среди обычных граждан, кого это волнует? Слушайте, я даже не знаю, ну а что, ну как бы, ну вот какое абсолютно пустое заявление, я даже не знаю, как его комментировать. Ну то есть Патрушев это вот знаете, ну видом орела умом тетерев, вот так говорят. Ну сказал-сказал, от него никто ничего умного не ждет уже давно. Вот это заявление, ну оно же бессодержательное, ну то есть они всегда что-то такое говорят. Я говорю, слова вообще перестали иметь значение. Это, ну это пустышки. И это все понимают уже, понимаете. Поэтому надо смотреть на их дела. Что у них получается, что не получается. Извините, вот я даже не знаю, ну может вы как-то переформулируете там вопрос, я попробую что-нибудь Это был на самом деле очень такой короткий вопрос на самом деле, потому что я понимала, что это объяснить тяжело, потому что я так понимаю, что это намек на то, что россияне не услышат сигналы воздушной тревоги, особенно в Москве, да, это вообще запрещено, наверное. Ну и все, что связано с войной и, наверное, какие-то убежища сегодня не планируют строить и давать какую-то безопасность россиянам. Вот здесь, если говорить о простых людях, как-то будет власть думать наперед или все же нет? Нет, не будет. Понятно, здесь больше слов не нужно. Благодарю вас, Аббас, за анализ всего, что происходит. Особенно интересно, конечно, наблюдать за так называемыми выборами, ну и, конечно, наблюдаем за протестами. Кто знает, чем это все обернется. Благодарю вас, Аббас Галямов, политтехнолог. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok